Доброе утро, мои дорогие! Сегодня у меня выходной. Работы, конечно, очень много. Сашуня моя на каникулах. Сегодня уже хватит в интернете торчать. Немножко надо будет поработать. Вот все листья, которые опадают, немножко там возле прицепа порядок навести. Нужно все их загребсти, за двором немножко убраться листья. Все туда, где мы будем копать, перенесем с ней все листья. Но, Мартышка, привет! Мартын тут как тут уже. Так, захожу. Ой, тепленько здесь, хорошо. Дело в том, что я посмотрела в холодильник свой и смотрите, что опять я здесь обнаружила. Вот смотрите. Закваска одна. Йогурт второй. Так, дрожжи у меня есть. Что-то у меня мало дрожжей. Кто-то продолживал дрожжи. Наверное, Лариса приходила. Так, ну что, у меня есть сухие, ничего страшного. Короче, я опять вижу, что просроченный. Видите, аж надулся пакет. Поэтому сегодня, наверное, знаете, что я уже завтракала и нету хлеба. Я, наверное, из этих продуктов приготовлю сегодня обыкновенный хлеб. И покажу вам рецепт. То есть, сейчас я соберу продукты, скажу, какие ингредиенты вам необходимы, замесим тесто, поставим опару, а за это время, пока будет здесь она подходить, я с Сашуней немножечко уберусь на огороде. Поэтому беру и готовлю продукты. Ну что, мои дорогие, ингредиенты-то я уже начала готовить. Но какой хлеб, если я же вчера начала карамелизировать яблочки. Вы помните вот за эти яблоки? Ну, вы посмотрите, сколько их всего-навсего осталось. Непонятно, кто их выклевал, но ничего. У меня есть, я там смотрела еще кизил, поэтому я соединю с этими яблочками на руке кизила. Сейчас немножечко еще яблочки заберу, протушу кизил, чтобы он не был таким кислым. То есть, более закарамелизирую его. И сделаю, наверное, ну я посмотрю, или открытый пирог, или, собственно говоря, один большой. Но все равно, смотрите, я вот вылила закваска, которая была у меня, и йогурт. Здесь в общем жидкости у меня 500 миллилитров. То есть, молоко, вода, простокваша, кефир. Любую жидкость берете, я сейчас рецепт рассказываю, на пол-литра жидкости. Дрожжей, если вы берете свежие, то 50 граммов. Но у меня свежих не оказалось, поэтому я беру 2 чайные ложки сухих дрожжей. Просто-напросто. Яйцо в этот рецепт, это очень дешевый рецепт, без лишнего жира. Яйцо я не добавляю. Единственное, я возьму одно яйцо, когда будем уже смазывать готовый пирог. Дальше. Беру 100 миллилитров растительного масла. Вот, пожалуйста, рюмочка, о которой я вам уже говорила. Господи, что-то во рту пересохло. 100 граммов... Ой, господи, извините, пожалуйста. 10 граммов соли. Это вот такая вот чайная ложечка. 5 столовых ложек сахара. Ну, вы здесь уже смотрите, как вы любите, что посладше или не посладше. Но сейчас мы сделаем опару, поэтому не весь сахар будем добавлять. И на такое количество жидкости нам понадобится килограмм муки. Опять-таки, муку будем просеивать, прямо когда будем соединять жидкое с мукой. Тогда я вам все буду показывать. Сейчас мы должны чуть-чуть прогреть, потому что с холодильника жидкость. Я ее вылью вот в эту миску, в которой буду замешивать тесто. И сейчас эту миску поставлю на паровую баню и чуть-чуть, буквально до температуры тела, прогрею эту жидкость. Потому что сегодня будем делать опарный способ. То есть сейчас мы заведем дрожжи. Дрожжи отправим в эту жидкость тепленькую. И они начнут работать. Как только начнут работать, тогда мы начнем соединять уже все ингредиенты, которые у нас входят в рецепт. Сейчас я возьму вот такую вот кастрюльку маленькую. Вот такую. Поставлю ее на газ. Вы можете достать из холодильника, если у вас посуда не стеклянная, другая, вы можете прямо поставить на газ и нагреть эту жидкость. Но у меня мисочка стеклянная, поэтому я сейчас вот так вот сооружу такое сооружение и пусть жидкость наша нагреется. Вы видите, что водичка уже закипела, пар идет. Попробуем температуру. Все, то есть пальчику, мизинчику уютно, не горячо, значит все хорошо. Так, беру вот эту вот салфеточку. Это для того, чтобы поверхность стола была сухой. Так, сюда. И теперь, смотрите, в эту жидкость я отправляю буквально 2 столовые ложки сахара. Так, и отправляю сюда все дрожжи. 10 граммов. Так, размешиваю. Так, дрожжи должны полностью-полностью погрузиться в нашу жидкость. Так, теперь. Беру сито, ставлю. И насыпаю буквально ложки 4 столовых муки. Это для того, чтобы дать пищу дрожжам. Естественно, я очень люблю, конечно, живые дрожжи. Но так получилось, что в холодильник не заглянула. Там буквально, наверное, Лариса приходила. У меня была пачка 50 граммов. Но, видно, Лариса приходила, что-то делала. И там осталось чуть-чуть, мне не хватит. Так, все, просеяли муку. Сито сюда к муке. И сейчас вот слегка вот так вот перемешиваем. Чтобы наша мука, вот это вот количество, которое мы насыпали. А я напоминаю, у нас в общем кило муки. На 500 граммов жидкости идет килограмм муки. Вот запомните, пожалуйста. Но опять-таки же мука отличается и клейковиной, и влажностью. Поэтому не надо бухать сразу весь килограмм. Так, все, вот мы так замесили. Теперь я беру салфеточку и отношу. Здесь уже я выключила воду. То есть снизу у меня идет тепло. Я накрываю опару вот такой вот салфеточкой. Все, опара пусть стоит, ну, буквально 30 минут. А за это время я пойду сейчас кизила быстро нарву. И все, и приготовлю его для начинки. Сколько листьев, это листьев нужно все убрать. Потому что снег как упадет, то в этой малине потом не выгребешься никак. Так, сейчас я пойду под этим вот, там мама такие плиточки положила. Мы вспоминаем, Янукович, а Янукович по пенькам прыгал, а мы по плиточкам. Так, смотрите, немножечко еще есть, конечно, упало его очень много. Надеюсь, сколько его лежит. Но я сейчас нарву чуть-чуть. Не, немного, мне для цвета, смотрите, сколько кизила. На полу, смотрите, даже на полу можно пособирать. Он немножечко уже так примерз, но ничего страшного. Красота, видите, все красное. Уже же морозы были, поэтому. Не буду рвать, тут шикарно на полу лежит, тут в листьях кизильчик. У него надо просто для цвета и, в крайнем случае, могу еще яблочко закарамелизировать. Так, ну, вы видите, что на деревьях еще тоже есть, вот. Уже очень легко отпадают, все-таки уже замерзут. Ничего нам пойдет. Чтобы с морозилки не доставать, тот, который я замораживала, сейчас этого нарву. То есть, видите, как хорошо в частном доме пошел к соседям, пожалуйста, кизил. Пошел яблочки взял. В частный дом есть частный дом. Вышел укропчика, вырвал кабачок какой-то. Ну, все. Короче, я сейчас рву кизил. Количества, я думаю, будет достаточно. Видите, вот малина и вот эти листья, которые у основания. Не знаю, нужно, наверное, убрать, потому что так, да. А может, наоборот, не будет вымерзать. Я не знаю, может, проэкспериментировать в этом году. А то я все время так все вычищаю, знаете, как на ладошке получается. А может, оно так и не надо делать. Может, знаешь, уже люди говорят, что у кого бурьян, огородь, того и урожай есть. А у меня нифига нету, поэтому, ну, не знаю, уже надо розу, конечно, утеплить. Я сегодня немножко подрежу. И листьями нельзя, землей нельзя. Надо чем-то ее накрыть, какой-то бумагой. А потом сверху уже там листья или что. Потому что она запревает у нас. Так, ну ладно, сейчас мы занимаемся пирогами. Надо делить, конечно, от косточки, но не получается. Очень спелая. И косточку удалить практически невозможно. Поэтому, ну что, будет начинка и с косточкой. Как, знаете, бывает вишня с косточкой, так будет у меня и кизил с косточкой. Значит, сейчас я возьму яблочки вот эти, пересыплю их в тарелочку, чтобы не переваривать их в маринаде, в этом вернее, в карамели. Так, вот сюда на сковородку отправлю кизил, добавлю немножко сахарка и по типу так немножко проварю, чтобы меньше сока было, пусть он уварится, потому что, как обычно, с пирога тогда он вытекает. Так, ставлю на огонь. Это горячо, нужно поменять место. Так, посуду мыть. Так, сюда включаем огонь. И там немножко сахара есть, высыпаю ягоды. И сейчас досыплю еще чуть-чуть сахара. Так, все, теперь сейчас начнет кипеть. Жидкость будет испаряться. Ну, потом еще добавлю сахара. Что у нас здесь? Смотрите, какая классная опара. Видите, пока я рвала кизил, уже опара у нас начала бродить. То есть, на поверхности появились вот такие вот пузырьки прекрасные. То есть, мы можем взять уже, уже как мало места, но некуда, что ставить. Так, мы можем взять уже опару. Так, и теперь смотрите, в опару добавляю весь сахар, который у нас есть. Сейчас, только сейчас, уже когда дрожжи начали немножечко у нас бродить, добавляю соль. Вот она, соль, видите, у меня на тарелочке. Так, соль. Добавляю растительное масло. 100 миллилитров. Можно, конечно, добавлять и сливочное масло, можно маргарин, но... Я говорю, что это дешевый вариант, поэтому... Так, и начинаем просеивать сюда муку по чуть-чуть и вымешивать тесто. То есть, сейчас мы вымешиваем, пока оно начнет у нас комковаться. Как только тесто начнет комковаться, мы перейдем, как говорится, на руки. Будем вымешивать тесто на столе. Добавляю муку. Видите, я добавляла муку и тесто уже, вот смотрите, такое вот комком. Превращается в большой ком. Это свидетельство того, что мы уже должны сейчас переходить на руки. То есть, вымешивать тесто уже на столе. Пока его в сторону. Подпыляем стол мукой. Вот прямо вот уже через сито. Видите, сколько у меня муки осталось? Видите, чуть-чуть, буквально где-то полтора стакана. Так. Просеиваем на стол. Хорошенечко вот так. Потому что муки им надо будет много. Так. И высыпаем сюда тесто. Видите? Все. Высыпаем. Здесь берем немножко муки и тщательно все вытираем. Миска должна быть у нас чистой. Так. Я все это сейчас вытру. Видите, миска у нас чистая. Вот что с миски у нас отошло. Миску высыпаем сюда. И миску не моем. Пусть миска стоит. Она нам нужна будет для дальнейшего теста. Вот именно когда тесто у нас будет сходить, мы его положим сюда в эту миску. Зачем много посуды? Все. И теперь начинаем вот так вот собирать в комок тесто. Я сейчас вам показываю одной рукой, чтобы не ставить на штатив, потому что освещение плохое вы можете не видеть. Так. И вот я сейчас, видите, вот оно уже прямо вымешивается. А вы же двумя руками будете вымешивать. Тесто должно быть мягенькое. То есть кило муки я вам сказала, но посмотрим. Может даже, кто не может, а точно я уже вижу, что мука такая, что лишнего, лишнее будет. Потому что тесто уже у нас тугенькое. Так. Ну, сейчас я его замешиваю двумя руками. То есть вымешиваю до однородности. И тесто нужно вымешивать минут 10. Немножко тесто темноватое. И знаете почему? Вспомнили, да? Потому что мы сюда вылили йогурт черничный. А там такие вкрапления были. Даже вот есть чуть-чуть, даже вот немножечко видно. Видите, вот здесь. Поэтому тесто будет немножечко темнее. Но ничего страшного. Так. Все. Вымешиваю тесто. Смотрите, какое тесто получилось. Оно такое мягенькое. Минут 10 нужно вымешивать. Это не значит, что взяли тесто, раз, два, три, соединилось. До свидания. Нет. Минут 10. Так. Теперь смотрите. Я маслом растительным, не мукой, чтобы лишнюю муку тесто не брало, смазываю мисочку и сюда отправляю тесто. Сверху буквально тоже капочку, вот, чтобы не подсыхало. Вот так просто-напросто ручкой. Все. Так. Готово. Отправляем опять в теплое место. Накрываем салфеткой. Салфеткой, не пленкой. Тесто должно дышать. Все. Вот такая конструкция. И пусть тесто сейчас стоит у нас. Минут 30-40. Будем смотреть. Вот видите, испачкало. Ну, ничего, постираю. Смотрите, что происходит у нас и с нашим кизилом. Он выпустил сок. Вот так. Пусть немножечко еще поварится. Я добавлю чуть-чуть сахарка и потом остынет и соединю этот кизил с яблочками. Так, ну что. Муки у нас осталось. Смотрите, сколько. Я не буду ее убирать. Пусть она пока будет. Где-то здесь стаканчик или полтора. Но мы еще будем делать, вымешивать тесто. Будем формировать пирожки. Поэтому пусть эта мука останется. С килограмма сколько останется, я потом вам скажу. Так, все, тесто стоит, а я иду на улицу заниматься домашними делами. Смотрите, чтобы не сильно уваривать ягоду, чтобы она не превратилась просто в кашу, я вот отобрала сока чуть-чуть прямо с этой сковородочки. Теперь смотрите, добавлю сюда буквально столовую ложку крахмала. Но у меня кукурузный, вы можете добавлять картофельный. Так, перемешиваем это все. Вот эту жидкость надо, чтобы она чуть-чуть остыла. Горячая не надо, потому что заварится крахмал комочками, и вы ничего не делаете. Так, перемешиваем. Вот эти яблочки, которые у нас есть, я отправлю сюда кизилу. Так. Ну, естественно, они не будут такими целенькими, но это не страшно. Так. Корицы нужно добавить. Так, сейчас. Так, и сейчас. Выливаю сюда вот этот вот сок с крахмалом. Крахмал затянет, и начинка у нас будет такая густенькая. Добавляю немножко огонь. Перемешиваю. Вкусная начинка будет. Кизильчик. Уже вышла Саша помогать мне. Сашу, не одень, пожалуйста, только куртку. Куртку, хорошо? Снимать, ПТН. Чего? Не любит, когда ее снимают. А я тебя сниму! А я тебя сняла! Сашу, не одевай, пожалуйста, на... Возьми голубятни ботинки. Возьми ботинки и одень. Все, я уже не снимаю тебе. Смотрите, видите, какая... Сейчас я вот вынесу на улицу, чтобы вы хорошо увидели. Чтобы было видно. Вот смотрите, что у нас получается. Вот. Видите? У нас нету жидкости. У нас просто вот такое, как... Как желе получилось. Видно вам? Сейчас оно остынет. Вообще будет супер. То есть, вот такая начиночка у нас будет сегодня в пироге. Вам все видно, да? Так, все. Ставлю, пусть остывает. То есть, смотрите, мы с вами поговорили. Начинка готова. Выключаю, что у нас здесь тесто. Потихонечку подымается. Пусть подымается. Я сейчас поставлю на... Ой! Горяченькую конфорку. Самое главное, чтобы не было сквозняков. Закрывайте двери, форточки. Это тесто не любит сквозняков. Все. Пусть тесто себе здесь бродит, ходит. А мы, Сашуни, идем на улицу. Так, сейчас откроем колечку. Посмотрим объем работы, какой у нас тут. Сашуня, бери там... А? Да, да, взяла. Бери грабельки. А? А я сейчас возьму. У меня у нас есть метла, и там есть и грабли. Берите, а может ты будешь метелкой. Нам, смотри, нам нужно вот это вот листья собрать и вынеси туда, где это, вот это вот листья. Сейчас мы его сгребем и вынесем туда за двое. Там тогда перекопаем. То есть, венечком нас щебенки выметает. Я буду... Держи, Сашуня. Давай мне грабли. Гработник номер один. Значит так, смотри, выметай вот это листья, Саш, туда. Саш, Саш, вот туда. Чтобы щебенку не поднимай, потому что граблями я не... Вот это вот это? Вот это, вот это клюшка? Нет, не наклюшка, до этого дерева грибы. Ну вот это, там, где люк. Вот туда вот, где люк, туда и выгребай. А я сейчас вот в кучу соберу, и потом... Потому что оно сейчас как прилипно, так будет вообще караул. Так, ну что, мы ударно работаем. А, я с вами сегодня еще не здоровалась, да? Здравствуйте, мы сегодня работаем, у нас сегодня субботник. У нас сегодня их, что, во вторник, да? Да. Саша, на каникулах? Пусть работают. Так, все. Молодежь не хочет, чтобы их снимали. Все, они очень ударно работают. Сейчас за пять минут, вы увидите, что мы все тут сделаем. Потому что за двором не годит, когда такой беспорядок. Все, мы работаем. Беба тихонечку, видишь, не возмущается. Хребай, хребай. Помощница, не любит, когда ее снимают. Так, более-менее мы загребли это листье. Дело в том, что вот тут, где щебенка, она очень плохо. Надо в следующем году зацементировать хотя бы тут, где листья падают. Ну и снег будет. Хорош, смотрите, как воробьи купаются в луже. К чему это, к морозу или к чему? Так, ну, так вот выгребли здесь. Здесь груша что-то не думает опадать. Но мы ее будем уже, наверное, весной срезать. Вот сюда вот мы сбросим все листья. Видите, вот мы ее переносили. И из-за забора вот тут вот черешни, лист уже упал. Мы тоже перекинем сюда. И оно за зиму перегнет. Потом перекопаем. В этом году у меня была тыква, но она не растет. А так фасольку посадить. Даже можно тут картошечку посадить. Ну, собственно говоря, такой кусочек земли, он не помешает. Здесь раньше была трава вот такая, как здесь вот. Вот такая вот. Мы его все это перекопали несколько лет, наверное. Лет пять копали. Был бурьян, потом ничего. Сейчас. Сашейди вот там вырезаю эту тыкву. Та тыква, ее нужно только оттуда выковыривать. Вот так разрезай кусок и вытаскивай. Ну, постарайся пополам, мы с нее... Чтоб вытащить ее оттуда, мы с нее... Ну, разрезай как-нибудь. Сегодня мы с нее сделаем какую-нибудь... Ну, ты попробуй ее вытащить, она не вытаскивается. Ее нужно только разрезать. Нет, ножик не попорти, пожалуйста. Разрезай прямо так. От забора отрезай кусок, Саша. Осторожно руки. Видишь, что делается? Ножик не попорти, тебе руки осторожно. И руки осторожно, и ножик осторожно. Видишь? Вот она сейчас разрежется там. Хоть половинку вытащим. Никак. Приключение тыквы под забором называется. Ножик смотри. Что не смешно? Что не смешно? Давай режь. Раз, два отрезала. Ты что, ты прямо... Ты что, забор порежешь? Ты что, ты что, забор порежешь? Ты как отрезала? Сейчас забор упадает. Ты забор не удришь, хоть ради Бога. Да ты что, так плотно ножик прогибается? Отпиливай, Саша. Ну отрезай кусок. Вот это приросло. Ничего себе. Так, сейчас я иду. Чипидел, чип спешит на помощь. Сейчас мама все сделает. Сейчас, Сашуня, подожди, на. То я уже тут почти развернула. На, теперь, теперь маму. Маму запечатли, как мама отрезает. Держи. Так. Ого. Сейчас опять скажут, что я неправильно снимаю. Кто скажет? Комментаторы. Ты! Наверное, неправильнее, чем я, да? Ой, это такой красивый цвет. Я еще так... Опа! Смотри, какая тыква красивая. Ты видишь? Так, ну это еще все равно не выковывается. Это нужно будет с той стороны, наверное. Опа! Опача! Прямо глаз. Ну все. Пусть кусок валяется, я оттуда вытащу. Так. Смотри, какая пикалка хорошая. Оранжевая пикалка. Представляешь, вот природа что сделала? Просто она просто застряла. Так. Ну все, выключай, внеси. Смотри, какая пикалка хорошая. Годзилы? Ну я не знаю такую песню, я знаю только листья желтые. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Так, Сашка, давай выносить листья. Смотри, какую кучу я уже. Раз замырелась. Это абрикоса, тут две абрикосы было, я так не поняла. Хорошая она, чеполана. Ну все, вот подождем. Вот она тень делает хорошо. Так. Саша, давай работать. Бери, Саша. Саша, бери, я тебе не папа Карла. Ну Саша. Саша, давай, что-то сама тащите это все. Ну что ты мою куртку показываешь, Диалус? Ну это же рабочая. Ты покажи еще мои ботинки по размерчику, видишь, как раз на мне. Это шапка вообще. Шапка классная, что она теплая. Давай, а то у меня там тесто тоже подходит. Все. Ну ты же сказала, что дрожжи не поднимаются. Не, ну плохие, но поднимаются по чуть-чуть, медленно очень поднимаются. Поэтому я не люблю таких ботин. А больная абрикоса вообще какая. Все, давай. Да все. Ну а, конечно, листья, вот эти вот только два дерева. Смотрите, с черешни, сколько листьев на полу. Это же просто ужас. Прямо ковром лежит. И вот это надо нам сейчас убрать. Ну ничего, вот на это полотно сейчас буду стаскивать. Что-то вот яблонька смотрю, видите, как кора полопалась. Что за фигня. Сейчас Саша приедет, надо, это молоденькая, в этом году мы садили. Надо садовым варом ее обмазать. Так, продолжаем. Так, ну что, смотрите, мы тут уже выгребли Сашу. Ну, конечно, листики падают опять, потому что мы не будем их отбирать. Но ничего, все равно уже будет их меньшее количество. Видите, и травочка эта будет себе расти без проблем. Здесь выгребли, ну чуть-чуть, видите, пару листков уже нападало. Ну, это не так страшно. Вот, в основном уже тут, собственно говоря, порядок. Даже если, ну, яблонька, лист более такой. Вот видите, вот эти вот яблоки, вот эти вот гнилые. Это нужно срывать и выбрасывать не то, что туда вот в компостную яму, а просто-напросто, видите, вот там маленькие. Вот от них идет всякое заражение. Выбрасывать просто в мусорное ведро. Вот видите, здесь в листе вот у нас компостная яма. Спрашивают некоторые, почему вы вывозите мусор. Нет, эта яма будет просто полная. Все, мы сюда все это отправили. И еще вот один день будет навести вот здесь порядок. Потому что эти доски, это двери когда ставили нам, плотник привез, так и валяется. Прицеп надо уже зачехлить. То есть навести порядок здесь. Потому что там вот металлолом какой-то есть. Все это сдать, чтобы был порядок. А за двором мы, конечно, высыпали все листья туда. Там, если вы видите, я вам сейчас покажу, чтобы не обходить. Видите, сколько там листков. Целые кучи. Ну, я там уже потом все раз... О, приехала соседка с Польши. Я потом разгребу все, и все будет нормально. Так, ну что, я думаю, у нас уже тесто подошло. Так что идем на кухню, будем готовить пирог. Вот видите, мы сюда с Сашей вынесли листья. Я потом рассыплю. Вот именно на этом участке тут очень плохо все растет. Тут мы перекопаем, и будет нормально. То есть мы сегодня с Сашей хорошо ударно поработали. Все нормально. Теперь идем на кухню. Ну что, берем наше тесто. Вот я его достаю. Я поставила, пока ходила там, чтобы оно не остыло. Так, открываем. Смотрите, какое тесто хорошенькое. Но я хочу сказать, что это тесто я уже один раз перемяла, потому что я зашла, оно очень хорошо взошло, а мы еще занимались там на улице листьями, поэтому я его уже раз обмяла. То есть вот такое тесто мягенькое должно быть. Теперь что мы делаем. Прежде всего нам нужно решить, будем делать большой пирог или поштучно. Вот я даже не знаю. Давайте, наверное, сделаем поштучно. Да, просто-напросто такие вот пирожочки. Поэтому сейчас я включу духовку и возьму противень. Ого, как громко. Так, все вытащило, все. Включаем, пусть прогревается. Сверху и снизу. Так. Вот такой противень. Вот этот противень я люблю. Он очень удобный. Так, сейчас я возьму пергамент. Так, вот пергамент кусок. Ого, ну ты, что это у меня тут повылазили эти майки? С улицы пошло. Так. Отрезаем кусочек пергамента. Так. Выкладываем на противень. Все это готово. Так, теперь что мы делаем. Я сейчас немножечко притрушу. Сейчас, одну секундочку. Потому что... Так. Притрушу чуть-чуть мукой стол. Хорошо не будете видеть теперь. Никак я не куплю эту скатерку. Господи, боже мой. Как-то... То-то-другое. Все какие-то лопаты и такие скатерти. Так. Это пока сюда. Теперь высыпаю сюда тесто. Смотрите, какое оно живое. Ох, какое оно мягенькое. Какое оно прекрасное. Все. Миска чистая. Так. Начинка наша. Смотрите, какая она прекрасная получилась. Смотрите, видите? Прямо желе. Вот смотрите, какая красота. Ничего не течет. Просто зажелированная такая прекрасная масса. Вот смотрите. Шикарно так. Начиночка пусть стоит здесь. Ммм. Ммм. Так. Очень вкусно. Теперь перемешиваем тесто. Мягенькое такое. Но я еще хочу сказать, что вы можете добавить, да не можете, обязательно, ванильный сахар. Один пакетик будет достаточно. Просто у меня нет ванильного сахара. Ванилином я не пользуюсь. Потому что экстракт есть жидкий, ванильный. Ванилин, он чуть-чуть, если переборщить, то горькое тесто получается. Так. Сделали. Перемяли. Теперь мы возьмем растительное масло. Немножечко стул растительным маслом сбрызнем. И опять-таки руку. Вы помните, да? Так мы делаем. И маленькие такие вот пирожки выдавливаем вот такие вот заготовочки. Если у вас не получается выдавить вот так через руку, пожалуйста, делайте колбаску и разрезайте ножом. Ну, просто так через руку вы уже чувствуете вас, они абсолютно будут одинаковые. То есть не совсем маленькие такие пирожки будем делать. Ну, собственно говоря, нам надо, наверное, быть два противня, потому что теста много, а пирожки, чтобы они не пристали друг к другу, нужно на расстоянии выкладывать. Поэтому сейчас сделаем один противень, а потом второй вместе поставим выпекаться. Так. Что-то я думала сделать один большой, а потом думаю, да, пусть будут маленькие пирожки. Так каждый взял себе пирожок-то и хорошо. То отрежешь, там оно вытекает. Хлопцы на работу, может, возьмут. Видите, у нас такие крапления в тесте. Вы помните, да, с чего мы готовим эти пирожки? Поэтому тесто может чуть-чуть будет грубее, потому что это йогурт. Честно говоря, вот эти вот йогурты питьевые, какие любые, не очень хорошо, не нравятся они мне. Даже в тесте они ведут себя не очень хорошо. Так, беру вот такую ложечку десертную. Так, и теперь, где наша мука? Вот наша мука. Мука, мука. Сейчас я поставлю здесь, потому что когда мы уже будем склеивать сам пирожок, нам будет необходима мука. Так, теперь делаем серединку потолще, краешки потоньше, то есть вот так вот пальчиками растягивая. На весу получается у нас немножко пирожок. Так, теперь берем начиночку, яблочко и кизил. Ну, вы же помните, что кизил у нас с косточкой, да? То есть побольше начинки, чтобы не одно, как в магазине, что там одно тесто. Так, сюда. И быстренько закрываем, чтобы пирожок у нас не испачкался. Потому что если мы сейчас не плотно заклеим, теперь вот так вот мукой делаем, пальчики в муку, и хорошенечко, хорошенечко краешек защипываем. И теперь контрольно делаем вот эту вот косичку. Это гарантия того, чтобы у нас пирожок не разлепился. Все. Вот так вот поправляем. И вниз швом выкладываем на противень. Дальше. Дальше то же самое. Вот на столе. Если не хотите поднимать, вот пожалуйста. Ну, мне просто удобно на руке делать. Края немножечко тоньше, середина потолще. Вот, пожалуйста. Так. Яблочко. И кизил. Закрываем. Оп. А уже закрываем, уже на столе. Оп, 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 оп. Теперь берем в руку. И теперь хорошенечко, хорошенечко, в муку руки, пальчики, хорошенечко закрываем шоу. Потому что все-таки, как бы мы старались, но это сок, это фрукты, чтобы пирог наш не расклеился шум, мы делаем такие вот манипуляции. Так. То есть, в один ряд у нас должно поместиться четыре пирожка, не больше, потому что пирожки у нас будут подходить, и чтобы они не склеились. То есть, ну, тут сложного ничего нет. Сегодня я рецепт показываю очень простой. Но, тортики тортиками, но иногда хочется именно такого, знаете, как кажут у нас, петченого. Поэтому, вот так, просто подтягиваем краешки, и вот так закрываем. Оп, 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 оп. Немножко испачкала, это капнуло. Все, теперь опять прошли контрольно, с мукой даже пару раз можно. И залепили шовчик. Вот так. Так, отправляем сюда. То есть, четыре пирожочка у нас должно поместиться. А может и меньше. Ну, один из-за четыре, получается у нас нет. Давайте три. Может там где-то у нас четыре. Потому что у нас склеются они. Так. Я с вами включу воду, потому что у меня стоит. Так, с той тыковкой, что мы с Сашей сорвали, я ее уже стушила. И дело в том, что я сегодня хочу поехать в город-магазин, мне нужно продукты купить. Завтра я приготовлю тыквенную панакотту. Она уже готова, то есть завтра у нас будет с вами панакотта. Ого, там очень много теста. То есть, этого начинки. Ох, 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 ох. Вот видите, какой может быть такой. Видите, переборщила. Вот теперь будет проблематично склеить. Видите, видите, что получается. Вот это уже все. Это уже, да, я не такая сильно крутая хозяйка, у меня не получилось. Но лучше вот этого теста просто-напросто одно выбросить. Сейчас, секундочку. Потому что все. Я, конечно, могла это все вырезать, чтобы вы этого не видели, но не надо. То есть, такая вот неприятность может и у вас получиться. Я взяла очень много начинки, а мало теста. Надо делать так, чтобы пирожок был целый. Нужно делать, как продают в магазине. То есть, немножко начинки, а все остальное тесто. Вот тогда вот получается клево. Тогда ничего не вылазит, ничего нигде не вытекает. Поэтому тогда все хорошо. Вот видите, все. Раз. И закрываем. Просто я уже тут рукой испачкала. Так, опять-таки, контрольно закрываем хорошенько. И завязываем косичкой, чтобы у нас уже никак не протекло никуда ничего. Так, и на сюда на противень. Так, дальше. Тесто прямо сходит хорошо. Хотя я вам уже говорила, что я не люблю сухих дрожжей. Они менее активны. Так. Опять-таки, кизильчик. Да, конечно, супер кизил, когда он без косточки. Но, извините, этот будет с косточкой. Так, закрываем. И тут сразу салфетка, если, например, пальчиком коснулись начинки, то вытереть, чтобы тесто было чистеньким. И так, пожалуйста, еще контрольно закрываем. Прямо так, видите, как жабо у нас получается. Вот теперь мы его раз, руки в муку, и заворачиваем. Вот так, заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. Контрольно закрыли. Теперь подправили чуть-чуть. И на листик. Так, дальше. То есть, тут уже сложности нету. Мы просто-напросто делаем пирожки. Мы можем сейчас даже прерваться. Так, ну что, смотрите, один уже противень у нас с пирожками готов. Я пока поставлю на плиту, пусть подходят. И сейчас доделаю остальные пирожки. Так, это мыть. Слушай, давайте, пожалуйста, еще. Так, сейчас я возьму маленький противень. Так, это бумага. Куда я дела бумагу? Кто видела? А, вот она. Вот она, опять-таки бумаги отрываем кусочек, отрезаем. Так, высыпаем просленок, ничем его не смазываем. Так, и продолжаем дальше. Сейчас мы доделаем эти пироги. Затем я возьму одно яйцо, взобью его. И сверху мы смажем, все как стандартно. Смажем наши пирожочки взбитым яйцом. Но запомните, что смазываем яйцом только после того, когда пирожочки уже немножко постояли. То есть, когда они начинают уже подыматься. Тесто, естественно, будет у нас, что делать? Расти в теплом месте, правильно? Поэтому, как только пирожочки увеличатся в размере, только тогда, вот у меня салфеткой, я подтираю пальчики, чтобы... Потому что кизил такой сочный и такой яркий сок имеет, что красят все на свете. Так, все, пирожок подбили сюда. Так, вы можете смазывать не только взбитым яйцом, но еще очень хорошо молочком смазать, просто таким круто заваренным чайком. Тоже поверхность получается красивая. Ну, сегодня мы смажем просто-напросто взбитым яйцом. И желток, и белок все будет вместе. Видите, только коснулось, и сразу у меня красные уже пальцы. Поэтому, если одним пальцем вы помогаете, то сразу его вытирайте, и пирожочек у вас будет, видите, чистенький. Очень-очень хорошо старайтесь закрыть шовчик. Дело в том, что можно было добавить еще прямо вот сюда вот на тесто, вот на эту заготовочку. Вот так делаем. Потом крахмал сюда посыпаем, и только потом начинка. Но я не хочу, мы же уже добавляли сюда крахмал. Боже мой, сколько опять начинки взяла. Поэтому я не хочу лишнего крахмала. Будем делать, стараться, чтобы у нас все получилось. Так, так, так. И вот все, видите, все закрылось. То есть это тесто, оно податливое, его можно переворачивать, крутить, как хотите. Так, ну я думаю, что вы все отлично видите. Так, я хорошенечко уже выставила все. Так, дальше. Опять-таки раз. И яблочко, иди сюда. Ох, какое яблоко большое, наверное, хватит. И пару кизилок. Это будет прямо с яблоком. Так, и закрывает. И вот если у вас много сока, вы так переворачиваете, оно как стаканчик получается. И все-все туда лишнее уходит. Так, опять-таки, контрольное склеивание. Так, и пирожок. Извините, что я в шапке, потому что так, на улицу выскакиваешь. Сегодня Саша у меня говорит, мам, ну ты похожа на бомжа. Я говорю, да нет, ну я не бомж, у меня же все чистое. Бомж это без... Это не то, что там он какой-то неряха. Бомж это человек без постоянного места жительства. У меня что место жительства есть, поэтому... Ну, собственно говоря, извините, но... Дома я не могу надевать всякие маникюры. Не, ну маникюр у меня есть. Я имею в виду накрашивать ресницы, тени. Это не главное. Самое главное, чтобы все получилось, что запланировал. А мы сегодня с вами молодцы. Вы вместе с нами сегодня работали. А сейчас мы сделаем десертик. Не знаю, что я сегодня на ужин приготовлю, собственно говоря. Не знаю. Что захотят, то и пусть и готовят. Наверное, что-то с курицей может быть. А нету. Господи, сейчас уху доели. Уха просто, она просто... Когда я достала ее с холодильника, она как холодец стала. Просто застыла холодцом. Ну, так голова просто. Может, завтра Саша привезет какую-то рыбку. Это я что-то с рыбкой сделаю. Хочется, честно говоря, уже рыбки какой-то такой жареной. Или даже котлетку я бы съела уже. Вы бы съели рыбную котлетку, да? А, я бы тоже съела уже. Хотя я не очень люблю рыбные котлеты. Ну, так, вы смотрите, один палец у вас этот вот и спочкали. Этот подтираете. Вот вы им и заполняете. Вот, смотрите, раз, на весу. И оно все закрывается. Все, видите? И потерли пальчик, чтобы не испачкать тесто. Все. Ой, еще начинка осталась. А ну, ничего, Саша это у меня любит. Такие начиночки. Поэтому... Все. Вот, пожалуйста. Такой котлет готов. Пусть подходит. Так, а я сейчас возьму вот эту вот пиалочку и яйцо. Яйцо. Так, и вилочку. Разбиваем. Вне пиалу, потому что вдруг яйцо плохое, все испортите. Так, и теперь просто-напросто размешиваю вилочкой до однородности. Я не знаю, честно говоря, вот во мне двоя двоится, он стоит бидон, там брага готовится. Я не знаю, показать вам, как делается самогон или нет. У нас нет аппарата, у нас что-то там прохудилось, а соседа возьми. Мы делаем только для себя, потому что мы не покупаем эту гадость, потому что можно отравиться. Мы делаем для себя. Я думаю, что я вкратце вам чуть покажу, да, как делается самогон. Так, ну что, все, достаточно. Теперь беру кисточку манюсенькую. Так, и вот эти вот пирожки, они уже больше поднялись. Сейчас сверху нанесу яйцо. Так, смазываем. Вы видите? Так, смазываем. То есть пирожки на скорую руку, я называю их. Они будут не хуже, которые продаются в магазине, извините, стоят. Тоже там, там мы хоть на эти остатки закваски-то йогурты Сашины использовали. Там просто-напросто вода. Все, вода. И хорошо, если какой-то маргаринчик, а так какие-то там пальмовые жиры эти. А мы все-таки два зайца убили. Опять-таки холодильник. В холодильнике порядок навели. И так, отлично. И теперь эти намажем. Так, духовку я включила сейчас на 200 градусов. Думаю, почему я так разговариваю? У меня во рту косточка с этого. Думаю, почему у меня такой голос странный какой-то. Так, все, смазываем хорошенечко. Вот так вот, отлично. Если хотите, чтобы было желтенькое, тогда только желток отделяйте. Ну, зачем? Пусть это будет... Так, все. Это сейчас посолю. Саша выпьет. Собственно говоря, все говорите, что почему вы все равно мужу даете все, что негодно. Это очень вкусно. Я же не могу этого вылить, поэтому я выпью это. Гоголь-моголь. Только сахар нету соленый. Так, ну что, все. Духовка у нас прогрелась. И сейчас мы будем отправлять наши противни в духовку. Так, а это что один? Боже мой, яйцо выпила. Еще немножко есть. А один пирожочек не намазала. Но это нормальная женщина. Так, все. Все пошло до... Так, а что это у нас тут немножечко подтекло? Это плохенько. Так, сейчас я возьму пергамент. Так, и подставлю под этот пирожок, который чуть-чуть у нас протек. Так, все. Отправляем в духовку. Так, вот два противня. Смотрите, видите, немножко там почему-то мне начало протекать, поэтому я подставила пергамент, сделала вот такой по типу кулечка, чтобы не испачкать другие пирожки. Так, ну что, духовка у нас разогрета. Сейчас я вставлю этот противень, вот так вот. А этот подниму чуть-чуть повыше, чтобы зажаривались одинаково. Так, вот так. Так. Так, и теперь отправляем наши пирожки. Так. И... Так. Так, закрываем. Чуть меньше температуру делаем. И немножко обдув. То есть, с конвекцией где-то градусов 180. Все. Я думаю, что пирожки у нас будут выпекаться. Так, у меня часы эти почему-то не хотят идти, но сейчас я вот поставлю 7 часов. Пусть выпекаются 20 минут. 20 минут 8. Ну, это нереальное время, это просто часы стоят, но они вот почему-то тронешь, они идут. 20 минут 8 мы посмотрим, что же у нас происходит с пирожками. Духовку не открывать, дверкой не хлопать. Все, пирожки выпекаются. А я навожу здесь порядок. Но я хочу еще вам сказать, смотрите, вы помните, вначале мы брали килограмм муки. У меня здесь осталось где-то добрячих полтора стакана муки. Поэтому берите килограмм, но насыпайте муку не всю сразу, потому что видите, как может произойти. Во-первых, что мы сегодня делали не на молоке, а на йогурте и на закваске. Она более густая. Жидкости у нас получилось, а что, ну, будем говорить, то пол-литра, но все равно она, мука хуже впитывает в себя такую ряженку эту и йогурт, чем молоко. Поэтому полтора стакана я высыпаю обратно в кастрюлю. Ну вот, вроде бы все. Ждем пирожков. Ну что, время вышло. Давайте, а то я уже слышу, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что же ты, господи. Надо уже давно доставать пироги. Ой-ой-ой, смотрите. Ай, какие красавчики. Ай, какие красавчики. Чуть-чуть вот подрумянился. Но ничего так. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я. Так-так-так-так. Куда же его поставить? Надо сейчас взять тарелочку. Так. Смотрите, сейчас мы вытаскиваем пирожочки. Так. И это поставим сейчас на тарелку. Ух, я вас закружила, да? Да, я сама закружила, честно говоря. Так, теперь этот пирожок... Видите, вот чуть-чуть потекло. Вот чуть-чуть буквально так все пирожочки красавчики. Смотрите. Видите, как вы? Так. Ой, как пух. Как пух. Так. И сейчас мы накрываем салфеточкой. Пусть они постоят немножко накрытыми. Вот так вот. И второе. Сейчас накрываем тоже самое салфеточкой. Сейчас я возьму. Так. Так. Все. Накрыли пироги салфеткой. Пусть они так постоят минут, ну, 10 хотя бы. И потом будем выкладывать на блюдо. Все. Смотрите, пироги у нас готовы. Как они выглядят и какие на вкусы, расскажу чуть-чуть, буквально через 10 минут. Ну что, смотрите. Видите, вот буквально чуть-чуть вот потек пирожочек. И вот здесь чуть-чуть. То есть пергаментная бумага в прелесть. Смотрите, мы ее сворачиваем. И у нас противень совершенно чистый. И тут точно так же. Все. Видите, противни чистые. Так. Ну, а у нас получилось, смотрите, какая здоровая куча пирожков. Видите, как они пахнут, понюхаем. Ароматнейшие. Пышные. Ух, тяжелая рука болит. Видите, смотрите. Буквально, буквально за 2 часа мы сколько сделали работы, приготовили. Во-первых, не выбросили продукты из холодильника и приготовили такие вкусные пирожки. Кушайте, наслаждайтесь. Ну, естественно, самое главное, готовьте. Поверьте, все я делала при вас. То есть было бы желание. Я всегда говорю, было бы желание. Все. Я прощаюсь до следующего видео. Спасибо большое, что смотрите меня. Мне очень цены ваши все-все-все замечания и все похвалы. Я вас люблю. Пока. Пока. Продолжение следует...